Язык Rainbow English, 7 класс, 1 часть. Unit 2, step 2, упражнение 6. Прослушайте, у кого записи нет, сейчас будем читать, переводить. И сопоставьте вот эти части текста с названиями. Поехали с переводом названий. Do we really want so many? Действительно ли мы так многого хотим? Great grandfather languages, what are they? Ну так по-русски, может, не очень красиво звучит, но языки про прадедушки, каковы они или какие они? Very helpful books, очень полезные книги. How it all started, как это все началось. Итак, первый. Мы не знаем на самом деле, как появились языки. Некоторые полагают, верят, что языки появились, когда доисторические люди пытались сымитировать или же подражать птицам и животным. Некоторые думают, что первые слова были природными звуками, которые люди производили, когда они чувствовали себя счастливыми или, наоборот, были шокированными, испуганными, может, чем-то. Так, это сопоставимо по названию с D. Как это все начиналось? То есть, откуда вообще у нас пошли языки? Второй. Что мы знаем про историю языков? Это то, что многие из них родом от одного древнего языка. Лингвисты утверждают, что этот язык и другие языки, которые родом от него, от этого одного древнего языка, являются семьей языков. Английский и русский принадлежат к индоевропейской семье языков. Французский, итальянский, немецкий, норвежский также принадлежат к нему. То есть, это у нас получается B. То есть, язык про дедушка. Ну, такой, не очень, может, перевод по-русски выходит. Это B. Так, дальше. Сколько языков должен иметь язык? Например, в международном словаре Вебстера, в новом, существует более 450 тысяч слов. Никто не знает их все, но большинство людей способны понять около 35 тысяч, а использовать от 10 до 12 тысяч слов. Так, это получается у нас... Действительно ли мы хотим так много или нам нужно так много? Это про слова имеется в виду. Это A. И четвертый. If you hear or read a new word and want to know what it means, you try to find this word in a dictionary. Modern dictionaries are very different from old ones. Most of them give words alphabetically. Together with the words, they give information about how they sound and what meanings they have. A dictionary may also give you information about how to use the word grammatically and gives examples. There are monolingual, bilingual and multilingual dictionaries. They give information about words in one menu, two, by, or more than two multilanguages. Если вы слушаете или читаете новое слово и хотите узнать, что оно означает, вы пытаетесь найти это слово в словаре. Современные словари очень отличаются от старых. Большинство из них дают слова в алфавитном порядке. Вместе со словами они также дают информацию про то, как звучит слово имеется в виду, и какое значение они имеют слова. Словари также могут дать вам информацию про то, как используются слова грамматически и приводят примеры examples. Существует моноязычный, двуязычный и мультиязычный или многоязычный словари. Они дают информацию про слова на одном языке, это если моно, на двух языках, если би, по-русски би у нас идет, или более чем на двух, это мульти, вот эти мультиязыки. Так, значит у нас четвертый получается четвертый Very Helpful Books. Очень полезные книги. Четвертый у нас идет C.